Несмотря на юный возраст, взгляды осознанные и внимательные. Ведь с ними разговаривают о нешуточных вещах, борьбе с терроризмом и экстремизмом. В Самаре продолжаются мероприятия по профилактике этих явлений. Они проходят в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся и обеспечить профилактику этих противоправных действий. Дети – это маленькие и взрослые, но у них нет жизненного опыта. И вот наша задача – в первую очередь передать наш жизненный опыт, посадить этот жизненный опыт на их знания. Ну и, конечно, передать какие-то еще и знания. «Нападение может произойти в любой момент, и нам нужно знать, как себя вести. Я узнала, что ни в коем случае нельзя при нападении впадать в панику, нужно убежать, если не получилось, то спрятаться. И если, когда придут полицейские, нужно выполнять все их приказания, ведь они знают, что делают. Я понимаю, что мне это важно и, возможно, пригодится». Такие мероприятия проходят в школе регулярно. В них принимают участие и старшеклассники, и ученики среднего звена. Школьникам рассказывают, что такое терроризм и экстремизм, какие теракты произошли в нашей стране и как правильно вести себя, если в школу проникли недоброжелатели. «Мы призываем их к тому, что самое главное – это сохранить себя для того, чтобы можно было впоследствии создать семью, рожать детей». Ученица шестого класса Арина Кубарь рассказывает, что с подругами проводит разговоры о важном для первоклассников. «Если вдруг такое случится, то мы будем знать, как себя вести, и все будет хорошо». «Я узнала то, что когда террористы на тебя попадают, не надо убегать, делать резких действий, надо спокойно либо лечь, либо сесть и отвлечься от того, что террористы в здании просто в свои мысли окунуться. Такая ситуация может произойти с каждым, и надо знать, что делать в таких ситуациях». Научить детей, как себя обезопасить – одна из важнейших задач. Поэтому в школах города и проходят мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. Полина Чулякова, Сергей Баскин. События.